И мне кажется, что в отношении Украины уже сегодня надо четко сформулировать тезис о возможности создания специального военного трибунала по преступлениям, которые киевская власть совершает в своей собственной стране. Запад проявлял такого рода интерес к тем, кто совершил преступление в Уанде. Югославии, бывшей по многим другим географическим точкам. Я думаю, украинское руководство должно об этом знать и помнить. Каждый должен помнить, что есть ОНОвская конвенция о неприменении сроков давности к физическим лицам, политикам, юристам, дипломатам, которые призывали совершать преступления против мира, военные преступления и особенно преступления против человечности. Вот эта третья категория правонарушения, она сегодня наиболее страшная. Наиболее страшная и наиболее серьезная, потому что касается гражданского населения. Людей без оружия, людей, не способных себя защищать голыми руками, людей, взрослые, часть которых несет прямую ответственность за сохранение жизни своих собственных детей. Нужно собирать вот эти факты, закреплять, задокументировать. МИД Российской Федерации к той самой белой книге, которую они выпустили совсем недавно, ведет дополнительную работу, она будет насыщаться и наполняться. И что касается действий России, помимо гуманитарной помощи, я думаю, что должна сегодня речь идти и о том, что российское руководство должно заявить о возможности применения к Украине соответствующих санкций. К украинскому руководству, я бы сказал. К украинскому, вот это очень важно. Продолжение следует...